Привет, Китай! Это я Романович и добро пожаловать! Сегодня мы находимся вот в такой моей локации, где сзади я, кстати, хотел включить JBL Party Box 300, чтобы он немножечко вас посвечивал и это еще антуража добавит. Но сюда мы пришли, чтобы разобраться наконец-таки с темой, что внутри JBL Flip 5, что скрывает вот эта вот новиночка 2019 года. Потому что после того, как CS 2019 отгремел, а я напомню вам, что он отгремел в январе этого года, и там нам показали эти колонки, там новинку Party Box 1000, Party Box 100, JBL Flip 5, все это нам показали и после этого была пауза ожиданий. Вот представьте, с января месяца 2019 года до июня месяца середины не было никаких известий по поводу Flip 5. Но досталась корреспондентам эта колонка и ее вроде как разобрали и там увидели, что вместо обычных двух динамиков, которые сегодня мы вам покажем, здесь есть Flip 4, сюда поставили один эллипсоидный монодинамик. И после этого у всех закатились вот такие шары и многие сказали, что ну мы хотя бы здесь надеялись, что нас эта участь избегнет. Ребзя, чтобы от вас не ускользнуло ни одного ништяка, связанного с моим каналом, вам достаточно подписаться и нажать колокольчик. Мой ящик инструментов дома. Вы сразу поняли, насколько я рукастый парень, потому что ну а что, никаких не надо больших сундуков, здесь есть абсолютно все, что только нужно. Плоскогубцы есть, бокорезы есть, крестовая отвертка есть и даже я вам сейчас покажу чудо-молоток из фикс прайса, если они не дай бог откроются, он тоже есть. Ну а самое главное, что чтобы разобрать колонку, нам понадобится плоская отвертка, без нее абсолютно никак и практически все 90% колонок, которые есть, в том числе и колонка Басты, которую я вам недавно показывал, разбирается с помощью вот такой вот плоской отверткой. Буквально за пару секунд, по крайней мере, кожух отскакивает. Нам нужны вот такие вот характерные щелчки, вот сейчас слушайте. Вот, это клипсы пошли, все нормально идет, не переживайте, это значит колонка откидывается и потихонечку-потихонечку мы должны все клипсы снять, благо здесь их достаточное количество. Ну и можно, чтобы помочь ей более безболезненно сбежать, то можно еще сделать и вот здесь вот, точнее помочь. Вот видите, вот у меня уже сейчас был немножко фейл, я мог ее повредить, то есть поэтому я и говорю, что это обязательно надо делать тоненькой плоской отверткой, потому что иначе можно повредить. Вот так можем попробовать пальцев ставить, вот да, и видите, все опять же спокойно пошло. И давайте здесь, наверное, сверху точно так же попробуем. Опа, да, все соскочило. Ага, вот в чем прикол, смотрите, какие плотные крепления. Они прям в пазы сюда входят, что с одной стороны, и при том, что они такое, как многогранник выполнены, что с другой стороны, только она немножечко потолще. Здесь у нас специальные накладки, это скотч на вспененной основе, чтобы ваши вот эти вот все колбасни, когда вы включаете и воспроизводите на колонке, хардбасы от этого не дребезжал, вот этот вот кожух, который здесь есть. Ну и, конечно же, да, вот она, уже новелла, хотелось бы сказать, 2019 года. С другой стороны, это совсем не новелла, вот так вот выглядят нынешние колонки JBL. Если раньше, сейчас я вам покажу, было два динамика полнодиапазонных, то теперь у нас полнодиапазонный один монодинамик. И можно долго спорить, что это не монодинамик и так далее, но сам сайт JBL, официальный американский представительство, тоже отвечало на эти вопросы, когда их ругали в комментариях, прям на официальном сайте, где продаются эти колонки. В отзывы ругали, что мне вроде там колонка зашла, но при этом не нравится, что сейчас монодинамик. И да, они отвечали, да, к сожалению, мы в этом году вот так вот решили выпустить колонку с монодинамиком. То есть, сама официальная компания Harman, то бишь JBL заявляет, что они тоже считают это монодинамик. Поэтому не стоит в комментариях разводить какие-то такие демагогии, что это на самом деле не монодинамик. Это сама компания констатирует, что монодинамик. Вот видите, я вам говорил, что если один раз колонку раздевал, то потом она достаточно лихо слетает. И вот пример тому JBL Flip 4, которая просто фух и за секунду слетает. Сейчас трогательный момент для всех тех, кто фанател от JBL Flip 4 и которые ждали Flip 5 очень сильно. Думали, что наконец-таки многое что изменится. Но, к сожалению, они получили вот такую вот картину. Если мы начнем плотно сравнивать. Видите, как кардинально изменились динамики. Кардинальным просто образом, если получается здесь вот такая вот была симметрия. Тем самым, когда мы колоночку ставили, то мы получали, если например по центру, то в левое и в правое ухо мы получали звук. То теперь давайте внимательно посмотрим, когда мы ставим колоночку тоже вроде бы лицевой стороной. Все-таки наше правое ухо намного больше и лучше слышит музыку. И первое время, когда вы только включите эту колонку, вас по-любому не будет покидать. Такое ощущение. Хотя многие в комментариях мне писали о том, что надо было бы возможно компании сместить этот динамик на центр. Но здесь опять же есть свои технологические особенности. И тем самым они просто это не могут сделать. Потому что, насколько я понимаю, здесь находится мозг. И также здесь находится увеличенный аккумулятор. Так, идем далее. Теперь, чтобы нам снять пассивки. Вы же мне потом скажете, что ты разобрал не полностью и пассивки не показал, а это все минус. Нам надо откинуть вот этот вот замочек. Надеюсь, моя плоская отвертка и здесь будет успешна. Субтитры сделал DimaTorzok Ну это дико, это дико кропотливо. Хорошо прям сделали. Все на клипсах сидит. Достаточно все сидит уверенно. И учитывая то, что они еще вот здесь вот, вот, а, возле USB. Они здесь все проклеили. И тем самым крайне-крайне было тяжело снять вот этот вот гриль. Гриль выглядит вот таким образом. И теперь у нас получается девственная колонка. Вот она в наших руках. Здесь у нас резина, она вспененная. Какая-то немножко резина. И тем самым никаким образом у нас USB Type-C не шатается. USB Type-C сидит очень мертво. И здесь блок управления у нас полностью залит силиконом. То есть, опять же, вода просто физически никаким образом не может попасть. Давайте попробуем ее сейчас включить. Если не изменяет мне память, это клавиша включения. Или вот эта клавиша включения. Вот эта клавиша включения. Кстати, теперь можем внимательно посмотреть на индикацию. И видите, как явно видны светодиодные лампочки небольшие. То есть, изначально, если нам казалось, что это просто такая полоска показывается, сколько индикаций. То теперь, когда внимательно вглядимся, видим вот эти вот маленькие светодиодики. Которые используются, в принципе, в последнее время и в лампах. Очень я упорно пытался открутить. И рука случайно соскочила. И в итоге вот такая вот блямба у меня обрисовалась. Не знаю, как теперь из этой ситуации выйти. Раньше мне подписчики писали, что делать. А теперь, по-моему, мне надо спрашивать, а что делать? Так, откручиваем последнее. И смотрим, 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 что у нас именно по этому моноэллипсоидному динамику. Вот он, получается, выход у нас на USB Type-C. Вот он там внизу красуется, потому что, видите, сразу сюда, если нам соотношение сторон взять. Ну и, если немножечко вам засветить, вот они транзисторы, все, что только возможно. Так у нас выглядит мозг от JBL Flip 5. Вот так вот все это у нас дело выглядит. Ну и три вот такие вот кабеля подходят непосредственно к самому монодинамику. Он, кстати, весит достаточно уверенно. Достаточно силен он. Но мой косяк отсюда никуда не девается. Вот так вот выглядит в разборе, короче, JBL Flip 5. Я не знаю, как мне теперь пылесосом или чем мне отсюда картонку высосать. Как она у меня должна теперь красиво встать на место, мне непонятно. Ну а теперь переходим к Flip 4. Докручиваю я и сейчас тоже посмотрим, сравним. Но даже внешне, конечно же, уже отличается. Даже, в принципе, по исполнению и материалу. Вот эту шишечку, которую я вдавил на Flip 5, понятно дело, здесь такого нет. И здесь более матовая поверхность, а здесь она более глянцевая. И такого вот произойти, как у меня, не может. Теперь давайте смотрим сюда, что мы здесь имеем. Это как раз таки стерео. Ох, он у меня прикипел. Никогда я его отсюда не доставал. Flip 4 я просто только кожух до этого снимал. А вот так вот дело не доходило. Давайте посмотрим. И вот такой вот маленький один из стереодинамиков Flip 4. И туда у нас уходит блок управления. Туда у нас уходит мозг. Также мы увидим транзисторы. То есть, если, опять же, прям в индивидуальном порядке рассматривать два этих динамика. То есть, видите, припой намного качественно сделан, чем у Flip 4. У Flip 4 реально как будто китайцы прямо на коленке собирали. Здесь припой, но от балды сделан. И плюс изоляция здесь качественно сделана. Но при этом здесь провода у нас абсолютно голые. А здесь их немножечко приодели вот в такую шубу. По самому динамику, ну, понятное дело, что он максимально отличается по мощности. И также магнит отличается. А если внешне смотреть архитектуру, как сделан динамик, то, в принципе, то же самое. Здесь, я напомню, у нас каждый из динамиков по 8 ватт. То есть, суммарная мощность получается 16 ватт. А здесь у нас один монодинамик рассчитан на целых 20 ватт. Это серьезное, значит, увеличение. Учитывая, что один динамик здесь на 20 ватт, представьте, что два таких динамика, получается, уже будут как JBL Extreme 2, как JBL Extreme, ну, короче, как 40-ваттная колонка. Давайте еще раз посмотрим по внешним составляющим две разобранные колонки и поймем, что плюс-минус они в остальном одинаковы. Много различий, которые я вам уже показал, но в остальном же здесь происходят одинаковы. Я имею в виду по корпусу, по строению. Во остальном одинаково. Ну, что хочется сказать. С минимальными потерями мне не удалось уйти с этой разборки, потому что, когда я начал закручивать, то у меня еще раз палец соскочил. И я практически ее подровнял под общий верхний слой. И, то есть, получается, сейчас я был где-то на волоске от того, чтобы просто продырять его. Надо 100% купить нормальные инструменты, потому что вот эта моя ванночка не справляется. Чтобы вы понимали, из-за чего такие вещи происходили, я брал плоскогубцы и я брал вот такую вот маленькую отвертку, которая мне в каком-то квадрокоптере дешевом прилетала еще 2 или 3 года назад. Потому что, кстати, что еще тоже важно заметить, что саморезы, винты у Flip 4 гораздо больше. И, то есть, благодаря этому я могу большой, крупный там, ну или средней отверткой крестовой спокойно выкрутить. Здесь саморезы с винты стали меньше, прям значительно мельче. И, то есть, вот такая вот отвертка тоже не у каждого может быть вообще дома находиться, крестовая маленькая. Но, а так как JBL заботится о безопасности, о водонепроницаемости, то пальцами просто это невероятно тяжело выкрутить. И, соответственно, приходится делать вот такую вот конструкцию, которая не обеспечивается вообще никакой безопасностью и выкручивает. То есть, она держится на кистях на твоих. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА